Чувашская земляча Нас очень много, мы ищем своих земляков и все с большим удовольствием приходят к нам в клуб землячества Чувашской Республики. Мы знакомимся, кто-то рассказывает, в каком году они приехали сюда, как часто ездят на родину, и им очень приятно на крайнем севере услышать родную речь. Как говорит председатель клуба «Юман», кто хоть раз был в их крае, полюбит его навсегда. Чувашская земля – настоящий лекарь для души и тела, смешанные лиственные сосновые леса, поля и заливные луга, живописные очертания холмов и оврагов, могучая река Волга, зеркальная гладь прудов, трудолюбивые и приветливые люди, которые издревле славились своим гостеприимством. Каждого гостя Чуваши встречают с целебным напитком. Я хотела бы вас ознакомить с липовым чаем. Кстати, никогда не пила. Эта липа собирается в момент цветения, и сейчас мы его заварим. Добавляем. Липа имеет целебные свойства. Общеукрепляющая от простудных заболеваний. Он очищает организм очень хорошо. Его нужно раз в месяц заваривать в термос, настаивать, и будет великолепный иммунный чай. Пожалуйста, угощайтесь. Но угощали не только чаем. Встреча начиналась с подачи ковша пива. Гостю предлагалось выпить подряд три раза. Это предписывалось традиции. Вообще, пиво – это национальный напиток Чуваши, а хмелеводство – традиционное занятие. Зеленое золото Чуваши возделывает уже несколько веков. Я хотела бы вам показать хмель, который выращен на чувашских полях. Хмель собирается, высушивается и приводит обработку. Каждая чувашская женщина до исполнения 18 лет умела готовить этот волшебный напиток. Хмель для чувашского народа имеет и символическое значение. Изображения хмельной лозы с шишками присутствуют на гербе Чувашской республики. Если вы обратите на наш герб, то в центре из ветвей стоит древо жизни. Оно у нас красного цвета. И символизирует дуб, что почитает чувашский народ из древле. Дуб – это величие, могущество. А над чувашским гербом есть три звезды. Солнечные. Это означает три слова, что Чуваши были, есть и будут. В том, что этот народ будет процветать, никто не сомневается. Сохранение культурных традиций и любовь к родным – главные заповеди чувашского народа. Ведь по представлениям древних Чувашей, каждый человек обязательно должен был сделать два важных дела в своей жизни. Поухаживать за стариками-родителями, вырастить детей достойными людьми и оставить их после себя. Связь поколений отразилась и в национальной одежде. Как правило, на костюме у каждой чувашской девушки можно по орнаментам распознать ее родословную. К примеру, на моем ключе нарисованы шесть орнаментов, которые означают, что я – шесть поколений чистых кровей чувашских. Также, что у меня есть два брата. Да, это старший брат и младший. В российской истории есть теория, что Чувашия имеет отношение к амазонкам. Этому есть множество доказательств. Например, еще один головной убор «Чувашский женщин» очень напоминает боевой шлем. Он украшен множеством монет и служит защитой от ударов копья. Остальная часть женской одежды, манисты и прочие, тоже очень похожа на воинские доспехи всадниц. Вы сказали, что это у вас не замужняя девушка, молоденькая. А замужняя он чем отличается? Замужняя женщина носит на голове хушпу. Это получается ровный верх, уже более сдержанный костюм. Он не настолько ярок, как мой тухья. И также замужняя женщина обязательно должна укутываться в полотенце, которое называется сурбан. Это полотенце, которое скрывает волосы замужней женщины. Они уже более сдержанны, наряд носят. Украшений уже очень много из серебра, которые передаются из поколения в поколение. От бабушки к матери, от матери к дочери, от дочери к внучке. Оно как-то особенно повязывается, да? Можно мне показать? Да, оно закрывает. Я степень не стану, а то уж очень больно. Крывает головной убор. Обязательно должна быть закрыта шея и не видны две части тела. Красота идет, все на спине. Вот так выглядит у нас замужняя чувашская женщина, а на голове головной убор под названием тухья. Вообще, вот такая вот я замужняя женщина. Единый ансамбль с нарядными головными уборами составляет украшения из монет, бисера, бус, кораллов и раковин каури. Они имели знаковое и эстетическое значение, различаясь на женские и девичьи, а по расположению на фигуре – на головные, шейные, на плечные, на грудные и поясные. Одним из основных цветов, используемых в чувашских костюмах – белый и красный. Белый символизирует священную чистоту, а красный – жизнью. Народный чувашский костюм называют памятником культуры. Впрочем, красивы в Чуваше не только национальные костюмы. Красотой славятся и чувашские девушки. Они не только лицом красивы, но и очень трудолюбивы. В чувашской семье девочку уже с 5-6 лет учили рукоделие. К 12-14 годам многие из них осваивали секреты мастерства – технику вышивки. Свои наряды для праздников и хороводов девушки вышивали скромно. Все умения они вкладывали в вышивку свадебной одежды. Вышитые девушкой наряды служили ей почти всю жизнь. Не зря чувашский край называют краем 100 тысяч вышивок и 100 тысяч песен. Кстати, поет этот народ на каждом празднике. Чувашский народ издревле занимался земледелием. Соответственно, все праздники связаны с обработкой земли, с посевом и сбором урожая. Один из больших праздников у Чуваши – это Агадуй. Это праздник посева. Когда заканчиваются посевные, все чуваши собираются на полях, раскрывают поляны и проходит праздник Агадуй. Мужчины соревнуются силами, а женщины – рукоделием. А еще есть манкун, что в переводе «Великий день», «Калам», «Проды старого года», «Саварни» и другие. Про этот народ можно говорить бесконечно. Как сказал поет Чуваши, Педер Хузангай, знаете ли вы такой народ, у которого 100 тысяч слов, у которого 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок? С программы «Сиюн» мы сегодня в этом убедились. Катя, спасибо вам большое за встречу. Столько многого интересного узнала. А я хочу, в свою очередь, вас пригласить на наш новогодний праздник, где мы встретимся с разными диаспорами, землячествами, которые у нас здесь действуют на территории округа. Но вам такое задание, чтобы вы принесли свое национальное блюдо и какую-нибудь игрушечку, которую мы украсим нашу межнациональную елку. Большое спасибо за приглашение, с удовольствием примем участие. До встречи! Тогда будь сири, тёпре, тюльпулычень!